МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании «Гомель» у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Створение новых прационных мест и повышение квалификации под потребы конкретных вытворчастей, пытанье праца уладкования насельництва разглядали у Рогачевским районе. Марафон у школы с добрым сердцем протягивается. Волонтеры БРСМ завитались подарунками до добружских школьников. С поборництва, як форма умоцования корпоративного духу, под «Гомелем» проходит спартакея до областной организации громадского объединения «Белая Русь». А зараз об этом иншим больше подробязно. Областный семинар по пытанях праца уладкования насельництва прайшоу у Рогачевским районе. Его удельниками стали старшини районных советов депутатов. Загученными пропановами ознайомился Олег Синтероу. У ЖКРУ сельской местовости и невеликих городов выборы места працы звичайно не весьма значны. Сельскохозяйственные предприятия, фермерские, приватные в отворчестве, лесгасы можно решение выращивать на присядебных участках, где заниматься рамесницем. Правда, значных доходов оно, звичайно, не приносит, до издольности потребные. Задача местовых органов улады – допомоги людям знайти свою працевую нишу. Нельзя сказать, что пытание беспрацовья ведьм уже острое. За все дозапотребованные люди с высокой квалификацией, механизаторы и операторы машинного даяния – горш ситуация за непрофессийными кадрами. Заробки их, звичайно, невысокие, які жадания особенно працевать. А прачатах у многих из этой категории не вызначаются выдатной дисциплиной, хоть назвать ситуацию безнадеянной нега. Два года тому у Весты Серебранка открылось приватное предприятие по опрацовцу Драунины, куды запросили мясовых жихаров. Проблем с наличием кадров нет, но есть проблема с их квалификацией. И поэтому приходится переобучать людей. Приезжает организация, которая обучает людей и выдает соответствующее удостоверение. Повышение квалификации населенства под потребы конкретных вытворчастей – один из реальных на керунгу працевладкования населенства. Подчас семинару депутаты кажут так само об необходности активной потребности местовых инициатив и створении умов для эффективной работы субъекта господарения. При умове, что я пошне будусь предпринимать меры для своего развития, областная сельско-господарщая досвидная станция утказначить 100-годовый юбилей. Я е директор и депутат областного совета Сергей Красову кажут, что сегодня гэтае предприемство надеянный партнер по науковому забеспечению сельско-господприемству и одорожению везки. В особенности гэта сучастная науковая установа, где проводится доследование одночасово по некольких на керунках. Гэта дозволяя отремливать неодоренные прибытки и постоянно забеспечивать працанными местами колеса человек. Еще одна краница доходов – экспортные поставки. Семинный материал мы экспортируем. На сегодняшний день заключены договора по картофелю с Российской Федерацией, с Казахстаном, с Таджикистаном. Потом заключены намерения договора с Грузией. У нас большой коллекционный сад. Только яблоневых культур семечковых, больше 78 сортов одних яблон. Большой экспортный потенциал именно саженцев у нас. Продаем такие страны, как та же самая Россия, тот же самый Казахстан, Таджикистан. Во все страны именно продаем. Молдавия пошла. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Рыхачевский район. День работников нафтовой, газовой и палевной промысловости. Заут разнашать специалисты гэтой Галины. Нафта и газ – ключовые виды сыровины. Их сдобыча стратегично важная для беларуской экономики. Большаясть родовища у нас находится в районах с тяжкими климатичными умовами. И работа у нафтогазовым комплексе предъявляет до человека повышенное потребование. Тому нелегкая праца газовиков и нафтовиков корыстается заслуженной повагой. По даденых статистике, больше 70% нафтопродуктов, которые выпускаются в Беларуси, экспортуют в 90 краин. Галина забеспечивает 35% всей промысловой вытворчасти республики и 35% экспорту. Больше четверть поступлений в бюджет от лечений предприемства у нафтоперепроцовки. Сергей Стельмашок народился у столицы беларуских нафтовиков – Речицы, зараз означаливая нафтогазоздобывающее управление Речица-Нафта. Кали пришел в профессию, яна еще не была такой престижной, як зараз. Але докладно было одно – это очень перспективный экономичный накерунок. Да и романтика профессии, об которой рассказывали знаемые геологи, так само привабливала. Тому же дань не связать свою жизнь с этой справой зародилась еще в юнацстве. Сначала Сергей Стельмашок скончил нафтовое училище, а потом отправился с высшейшей адукацией по этой специальности в Москву. Вернувшись в Речицу, уладкавался працевать у беларус-нафту. С того момента пройшло мальч-верть стаходця. После академии, когда я пришел сюда на работу, пришлось, конечно, работать под началом первопроходства, по сути, беларуских нефтяников, которые съехались в то время со всего Советского Союза, и с Азербайджана, и с Украины, и с Татарии, и с Поволжья. И это была школа, которая, школа беларусской нефтяников, о которых мы сегодня говорим, и которая, это не просто так вот, какая-то там, такая идеяная фраза, на самом деле это школа, которая создавалась, и в течение 55 лет она образовалась. И вот именно те люди, которые были моими первыми учителями, они были именно стойко горд и людей, которые только приехали на начало добычи нефти в Республику Беларусь. И вот именно сплав, наверное, или симбиоз национальностей, знаний, умений, желаний тех людей, которые действительно давали первые шаги, ставили, так сказать, на трудовой путь, наверное, вот именно они, наверное, влили где-то ту любовь к профессии и к беларусской нефти, которая сегодня и присутствует. Ну и, конечно, родной город, город на Днепре, то есть нужно, наверное, всем нам любить свой город, любить место, где мы родились, свою страну, своих людей, своих близких. Мазырский НПЗ выходит на финишную промою об удовнестве комплексу гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков. Об важном проекте, тем, как працует завод после инцидента с забрудженной сыровиной и как удается заховывать высокую якость продукции, рассказали журналистам. Простойники СМИ наведали предприемство напередо дни дня работников нафтовой, газовой и палевной промысловости. Со дня попереднего пресс-тура пройшло коля 4 месяцев. За этот час у будовнестве комплексу завод зауважно зрушился наперед. Зараз завершается загрузка адсорбента на установцы вытворчести водороду. С этих бочек препарат загружается у адсорберы. У огульной складаности треба засыпать омаль 250 тонн. Операция проводится под строгим контролем. Здесь засыпается 4 слоя адсорбента и каждый слой проверяется засыпка, плотные загрузки, проверяется специалистам фирмы-поставщика и нашим технологическим персоналам. Комплекс, включая у себя комбинованную установку гидрокрекингу, установку вытворчести водорода и серы и больше за 20 господарших объектов. Прогнозный кошт 1 миллиард 200 миллионов долларов. На сегодня будущее готовность объектов достаточно высокая. Змонтировано 97% обсталевания. На некоторых объектах уже ведутся пусконаладочные работы. У реализации бойного проекта мазырские нафтоперопроцессчики выходят на финишную промою. Але самое складанное, я ще треба зарабить. Последний бой, он трудный самый, как говорится. Мы это тоже ощущаем, понимаем всю ответственность. Конечно, большой объем работы еще необходимо выполнить. Самые сложные работы – это на трубопроводах высокого давления, для чего привлекаются высококалифицированные специалисты. Но я думаю, что с этими задачами и вопросами мы справимся. Девятый в свете и первый на постсоветской просторы. Будалництво комплексу «Гидрокрэкингу» не здарма называют самым амбициозным проектом в истории завода. Увы, некую его запуску, глубина перепроцовки нафты в взрасте с первых 75 до 90%. Повеличится выход светлых нафтопродуктов. Это позволит предприемству отчувать себе устойливо у любых умовах и вядома заховывать за собой лидерские позиции у гляне якости продукции. У товарной лаборатории журналистам показали, как вядется контроль. 23 параметры по дизеле, 22 по бензине. Жорские стандарты и контроль на выходе. Не сдали позиции мазырские нафтоперопроцовщики и во умовах перопроцовки неякостной сыровины, якая долг и час поступала по трубопроводе. На всем пути производства товарной продукции происходит лабораторный контроль товарной продукции как в полуфабрикатах, так и отгруженной товарной продукции, сертифицированной и аккредитованной лабораторией Мозырска нефтеперерабатывающая завода. Мы выпускаем большой ассортимент товарной продукции, которая по праву является лучшей. И вся наша товарная продукция обеспечивает топливную безопасность Республики Беларусь. Пробы отбираются и на этапе отгрузки продукции. Яны заховываются у товарной лаборатории. Як усе отбывается, журналистам продемонстровали на установце наливу. Яна працует с 2012 года. Процесс целком автоматизованный и ермитичный. Контроль вядется дистанционно. Гэта дозволяя поменьшить страты продукту и снизить нахруску на экологию, а так само повысить пожарную безпеку и полепшить умовы працы. Сучасная технологичная схема – контроль на усих этапах вытворчести. Продукция Мазырского НПЗ отповедает жестким потребованиям сусветного рынка. Завод стабильно працует, переодолевающий усе тяжкости. День нефтяной, газовой и топливной промышленности. Коллектив музыки нефтепереработчиков встречает достойно все показатели, которые заложены в бизнес-плане. В бизнес-плане мы выполняем, несмотря на те трудности, проблемы, которые в течение этих семи месяцев были. В общем-то, завод обеспечил стабильную, устойчивую работу предприятия. И каких-то на данный момент проблемных вопросов в выполнении поставленных задач мы не видим. Лидия Поттер, Олег Фиттнер. Телеканал Мазыр. Специально для телерадио компании «Гомель». У школы с добрым сердцем. У рамках доброченной акции БРСМ добружеские школьники отримали новые портфели с необходимыми принадлежностями. На протягу месяца при допомозе необъяковых жихару региона волонтеры сбирали корыстные подарунки для детей. Наши корреспонденты долучилися до свята. В урочистой атмосфере 33 школьные комплекты передали добружеским вучням. Усягу адресную подтримку в рамках акции «У школу с добрым сердцем» отримают больше 150 юных жихару региона. Особливая увага шмадетным, неполным, а так само семьям, которые отрапили складанную житевую ситуацию. Для меня это эмоциональное переживание и такой трогательный момент. А для детишек, которые видят эти рюкзаки красивые, я думаю, что для них это особая радость. И, наверное, праздник станет чуть-чуть ярче для них. Для детей были организованы интерактивные пляцовки и музично-забавляльная программа. Больше за 150 гостей с Добруша и Гомеля наведали святочный концерт. Терот их, керавник волонтерского отрада «Семое небо» Иван Дусянок. Уже на протягу некоторых год он удельничает у акции и притягивает до удела доброчинным руху своих коллег. Самая большая награда – это, конечно же, видеть улыбки детей на их лицах. Это самое важное для нас. Работники предприятия активно организовали сборы. Не было каких-то принужденностей. Все добровольно, с радостью. Чем могли, тем смогли. Кто приносил сразу канцелярскую принадлежность, кто рюкзаки, кто чем мог, тем ребята и помогали нам. Уручал в портфеле школьникам и Олег Ядранцев, член Совета Республики Национального Сходу. Йон разом с иншими депутатами узяли шефство над Добружским районным социально-педагогичным центром. Его выхованцев депутаты постоянно наведывают и каждый раз привозят корыстные подарунки. У нас государство уделяет пристальное внимание детям. И это правильно, потому что подрастающее поколение – это то поколение, которое придет нам на смену. Организаторы акции у школы с добрым сердцем уповнены. Это веселое вспоминальное мероприемство обовязково подороть детям позитивный настрой перед початком нового научального года и станет стимулом у достигнений поспехов на шляху до ведау. Долучиться до доброчинного марафона можно до 15 вересня. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомель». Первый раз у первый класс с выратовальниками. Супрационники Гомельского областного управления МНС протягнули традицию веншевания завтрашних школьников с надыходящим днем ведау. В рамках акции «Зберем портфель першокласснику» выратовальники отправились в шмадетные семьи, чтобы вручить портфели со школьными приладами першоклассникам. Усим детям пожарные подарили книги и мозаику с правилами безопасности. Наместник начальника областного управления МНС Андрей Григорович пожадал будущим першоклассникам «Кабьяны» навучились самостойно находить решение складанных задач, спочувать и супереживать іншим. У центра уваги – дети. У Гомеля на открытой пляцовце, каля кинотеатра «Кастрычник» отбылось мероприемство для детей, промеркованное до закончения летних каникул. У черговый раз нагадать правила безопасных поводинов и навучить приемам первой доурочебной допомоги приехали выратовальники, правоохоуники, представники Белорусского доброохотного пожарного товариства, супрацовники освода и волонтеры «Червоного крижа». Детей ждали интересные конкурсы и викторины, а также приемные подарки. А герои мультсериала «Чаровная книга» забавляли всех гостей мероприемства и фотографировались с ними на память. На конец всех хлопчиков и девочек ждал самый главный подарок – премьера мультсериала в кинотеатре. Завтра у Слонями Гродзинской области пройдет День белорусского письменства. Традицейно самый активный удел им принимают друкованные сроки массовой информации. Это могут подтвердить и журналисты Рогачевской районной газеты «Свободное слово». Три годы тому этот город так само был в столице Дня письменства, и тогда, по заувагой журналистов, не засталася неводная падея свята. Подрыхтовали сияны и до завтрашнего мероприемства. Наши корреспонденты володают под обязанностями. «Свободное слово» – одна со старыших газет Беларуси. Первый номер был надрукованный 13-го красавика 1917 года. За минулый час журналисты уздымали шмат самых разных тем. Узгадать усе – просто немогчимо. Не глядяши на то, что сё лето День белорусского письменства проходить у Гродзинской области, Рогачевские журналисты у Баку от этой падеи так само не засталися. У сёняшним номера газеты святу просвечено некольки материалов. Урешті Рогачевщина – земля літературная. Тут подшинали свою творшую діяність многие письменники. Утым ліку Лынькоу і Короткевич. Хоть толькі літературной темой сёняшній номер не обмежаваўся. Мы стараемся быть ближе к людям, реагировать на их запросы и интересы. Ну и, конечно, сильной стороной свободного слова всегда было обилие критики. Мы конструктивной критикой боремся за преодоление каких-то недостатков в нашей жизни. Делаем ее лучше. По колькостю журналистов штат свободного слова не самый великий. Усяго шэсь чалавек. Але яны могусь професійна раскрыць любую тэму. Алена Ударцева на пасадзе редактора п'ять гаду. Раней прасавала настаўнікам, але журналистыка перамагла. Каже, што ёй асабліва падабаецца писаць об земляках. Их, саправдыты ліновітых, шмат не толькі сарод письменнікаў. Людзі – это очень большой пласт тем. Каждый чалавек очень индивидуален. И у каждого очень интересная история за спиной. Паэтаму, есэ чуть-чуть скапнуць, а альбом чалавеке можна неинтересна написаць. Журналисты Рогачовской районной газеты «Свабодное слово» упэўнены. У наш час нельга игнораваць інтернет. Па гэтэй прышыні найбольш актуальны материалы размешаюцца на офіцыйным сайці адразу пасля напісання. Аднак адмавляцца ад друкаванага варіянту так сама ніхто не збіраецца. Урэсті не ва ўсіх чэта чоў ёсць комп'ютры. Асаблёва гэта тычыца сельскіх жыхару сталага узросту. Яшэдзен довад на карыз такой пазіцій. Свабодное слово – гэта брэнд района. Признак – символ района. И жителям просто, я считаю, она необходима будет. Только из неё можно узнать достоверную информацию о том, что случилось на соседней улице, в деревне. И почерпнуть необходимые другие сведения. Это зеркало местной жизни. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Євген Макіенка. Телерадиокампанія «Гомель» Зргачёва. Под Гомелем проходзіць шостае «Спартакіяда» обласної організації республіканська гаграмадська гаоб'яднання «Белая Русь». На спортивных пляцовках санаторія «Машына-будавник» споборничать шесть команд. Зборная команды Жлобінська, Гамазырыска, а так сама района у Гомеля спрэчуваць перамогу. Сьогодні в программе «Спартакіяды», скачки у довжиню, дартс, лёгкоатлітичные эстафеты, настольный теннис, перотягування ліны, а так сама подымання гіры. Доречі, силовые виды – новинка з поборництвау. У першыню отбудзіцца і гонка на катамаранах, а так сама фітнес-драйв. Але гэта ўжо планы на неделю. Традиційно «Спартакіяда» проходзіць восінню. Сё літа – літом. І гэта не выпадкова. В осінь обіцяя бути вельми насыцчанай для Білой Русі. Так що запас енергії, яку я отримаю цю дзельніки з поборництва, буде не лишним. В прошлому гаду було прохладній, в цьому гаду теплее. Ми неношечко здвинули його, зделали його до холодів. І це, мабуть, правильно. Вот якраз такой щас період. Ведь у нас много тут і педагогів, і учителей. Перед 1 сентября, ну, впереди ще очень сложная выборная кампания у нас, в якому ми буквально всім составом будемо принимати участие, в различных, і депутатським корпусах, і в избирательних комісиях. Тому ми решили немножечко це смістити. Я думаю, що удачно решили. Що шкатулач цітаїться? У Палацу Румянцева Хіпаскевича відкрили виставу колекції декоративно-прикладного мастатства з фондів музея. Музичне дорожне для заховування ювелірних виробів і писем. Экспозиція демонструє шкатулки на любих уст і погружає глядачоў у чаровний світ прохожості. Самі розні помері, формы, матеріалы, а так само оздоблінні. Внутри звонку – ексклюзив, а як інакш – ручная робота. Нередко самі шкатулки каштовалі значно дорожі за свій змест. В книге «Каталог предметам искусства», який Паскевич Фёдор составив в 885 році, описана, например, одна из шкатулок, о том, що она із золота, що в ній медальоні з изображенням храма готического, тоже драгоценними металлами, і внутри волоси імператриці Марії Фёдоровны, і дата її кончини, це супруга Павла І. Тобто це не тільки богатая, як сама по себе, предмет прикладного іскусства, але це ще і меморіальна річ, дуже дорога, а тепер її ціни нет, вона храниться в Ермітаже. В яви шкатулок і табакерок, семейного збору сім'ї Паскевича, які зараз заховуються у фондах Ермітажа, представлені тут на фотосдімках. Круглі і квадратні, промовугольні і овальні, у вигляді великодних яек, фігурок людей, звярох і колісниць. Раней шкатулка була нямой заховальницей сардечних таємниць. Жанучих сакретів і каштовностів. Сучасным пригажунем об таким застається тільки марить. Повідомління у соціяльні сеці у шкатулку не покладеш. Докрануться до святыні. Угод коли царква святкою 265 годзі з дня народження Серафіма Саровського по благословенні архіепископа Гомельського і Жлобінського Стефана, у Гомельській епархію прибыл образ з частинкой можчого пропадобного. Образ хрестним ходом пронесуть по усіх благочинних округах. Так до 7 вересня ікона буде знаходзіця у Рогачові. 7-8 у Василевичах до 14 вересня у Карме. Приходжані Чачерського району змогуть докрануться до святыні до 20 вересня. Затым яна отправіцца у храмы Будакашалєва ветки добру Шайлоєва. А кроме того, у Петропауловським кафедральним собору Гомеля зараз знаходзіця старожитний спіс іконы «Спас нерукотворный». Поклоніться святому образу можна до 30 вересня. Для верніка у собору відкрытый, що день с 7 до 19 годин. Сама історія «Спас нерукотворного» посвоїть к першим вікам христианства, коли сам Господь утер лицо своє мокрым полотенцем, і на полотенце остался його образ. І потім он подарив ту ікону царю Авгарию. І кожному веруючому таке напоминає о воплощенному Ісусі Христе, Сыні Божім, Бог, Который став чоловіком ради нашого спасення. І о той заповіді любі, Которую він принес к нам, принес к нам вір і в мир. І з цієї заповіді любі вращається к нам всіх веруючим. І от нас хоч, щоб ми теж любили всіх окружаючих. І з цапляжа ця ікону царю нам цей заповіді любі напоминає і помогає людей прощати, любитися такими, які вони є на самому діле. Гето і атак сама інші новини ви можете знайсті на нашому сайті у інтернеті. По адресі www.tvrgomil.by Нагетим випуск завершений. Дякую за увагу і до нових зустріч у ефірі.